Еще раз повторюсь, это у нас отчетный праздник нашей воскресной школы. Они трудятся, они растут, мы их все любим, учим их, учим, как говорится, молиться, трудиться. И дети должны все время находиться в заботе родительской. И забота это многообразно. Здесь нужна и строгость, нужна и милость, и нужно научение. Конечно, в школе их научают естественную науку, это очень важно. А родители и духовные руководители, они воспитывают духовно-мравственные и житейские дела. И вот у нас в воскресной школе очень хорошее рукодельническое направление, вот об этом сегодня мы подробно говорили, и видно плоды, целый стенд и рисовальных, и уже готовый продукт, все очень интересно. Дай Бог, чтобы расширялся диапазон, он уже, это не первый качал плоды. Замечательный спектакль, не первый спектакль, но очень хороший, замечательный пение. Благодаря и благодарность вот диапазону с матушкой, которые режиссуру сделали, организовали такой. Единственное, конечно, спорно, что у нас проходит храм. Храм, конечно, это особое место. Здесь благодать Божия соединяется небо с землей и так далее. Но скоро построим духовный центр, устроится вот на глазах у всех. Прошу ваших молиться, чтобы побыстрее построился духовный центр. Там будет и апархиальное управление, и монастыр для сестер, а то они там едятся, можно сказать, в пещерках там. И, конечно же, там будет учебный такой духовный, ну, духовно-нравственный центр, где будут спектакли, будут рисовальные всякие, рукодельные, мастерские. Может, небольшие, конечно, тоже поначалу. Поэтому со временем у нас будет отдельный, конечно, я планирую. То есть, если партия будет развиваться, улучшаться, то у нас будет, помимо административного центра, будет еще отдельный духовный центр, может быть, и залов и так далее. Планов много. Но то, что вот сейчас сегодня очередной наш праздник, конечно, он был комплексный. Я-то очень радуюсь, и рисование живописи, и спектакль, и пение, и все, уровень повышается. И хоть понемножку, но растет наша воскресная школа. Дай Бог, чтобы возрождалась. Это замечательная тема, потому что дети должны воспитываться на нравственных примерах. И здесь очень хороший пример. Мы помним, как Мария Египетская тяжело грешила, и потом как трудно было исправляться. Так и Петр Матальев. Какой он был тяжкий грешник? Жадность. Мы знаем, Матальев, тыча, которая благодаря грешник, как Господь нам говорил. И здесь тоже такая особая тяжесть сребролюбия. Но так долго ему пришлось от этого избавляться. И в конце уже, видите, какой стяжал он благодать. Поэтому и всем нам полезно, а детям тем более. Когда они сами это прочувствовали, как говорится, проговорили, проговорили. Поэтому благодарность руководителю нашего воскресного школы Денина, на которой трудится. Монаху Герману, который, как всегда, стоит выше всех. Смиренно. В общем, всем благодарность. Сестрам, которые тоже помогали рисовать. И всем, конечно же, прежде всего, благодарность Богу, подателю всех благ. Спасибо, Господи. Проделай вас Господь, Матерь Божия и все святые. Спасибо. Можно благодарность тоже за детям. Маленькие подарочки. По очереди, детки, подходите. По очереди. По очереди. По очереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...